Екатеринбург встречает высокие технологии. В городе проходит международная промышленная выставка Иннопром-2018, на которой ведущие концерны демонстрируют свои новинки и концепты. Ноу-хау современной индустрии на месте изучает Артём Ямщиков. Он сейчас выходит на прямую связь со студией. Артём, приветствую снова. Какие впечатления от первого дня Иннопрома и чем производители удивляют? Ну вот только вслушайтесь. Гибридный грузовик может ездить как на привычном жидком топливе, так и на электричестве. Вагон-самосвал. Он ездит по железным дорогам и самостоятельно может загружать какие-то сыпучие вещества. А также гигантский экскаватор. Правда, тут он только виртуальный. Но, в общем-то, в целом всё это приправлено щедро достаточно цифровыми технологиями. Вот такой Иннопром-2018. Здесь национальные павильоны представили Белоруссия, Венгрия, Германия, Италия, Чехия, Словакия, Швейцария и Япония. Но самая масштабная экспозиция у партнёра Иннопрома этого года у Республики Корея. Делегацию корейскую возглавляет Ким Донг Йон. Это заместитель премьер-министра, а также министр стратегии и финансов Республики Корея. Всего сюда приехало 400 представителей бизнеса и корейской власти. Один из корейских проектов, который они очень хотят осуществить на российской земле, это «Умная фабрика». Что это такое? Ну, это с помощью интернета вещей, бигдата, искусственного интеллекта. В режиме реального времени происходит сбор и анализ информации. Это позволяет очень быстро руководителям бизнеса принимать самые важные решения. В Корее также интересна аэрокосмическая отрасль, атомная энергетика. Также России, в свою очередь, робототехника. А роботов здесь очень много. Электроника её тоже достаточно. Но особо пристальное внимание Корея России уделяет технологиям четвёртого поколения. В частности, речь о переводе в цифру данных о движении судов и состоянии оборудования. Но не только. Россия осваивает аддитивные технологии. Когда детали в прямом смысле печатают, за счёт этого экономит массу металла. Представьте себе, что это изделие делалось из титанового круга диаметром 260 мм. Соответственно, 90-89% металла уходил в стружку. На сегодняшний день методом выращивания вот этого изделия мы экономим, соответственно, в три раза. Норма часы и стоимость металла. Ну, участники по праву называют инопром не только уже выставкой, но и достаточно заметной площадкой для переговоров. Один из центров развития Дальний Восток, не случайно автокомпания Солерс, там открывает производство двигателей для поставок в Японию компании Мазда. Кстати, российский производитель представил на инопроме первый в России и один из немногих в мире гибридный коммерческий грузовик, о котором я уже упоминал в начале. Кстати, производство батареи для него планируют локализовать на Дальнем Востоке. Послушаем. Открою вам тайну, что сегодня мы будем подписывать соглашение по локализации этого производства силовых батарей во Владивостоке. Во Владивостоке. Во Владивостоке, да. Поэтому надеемся, что скоро и батарея будет плагальна. Как мы знаем, у вас локальный продукт, есть только батареи. Вот мы двигаемся к тому, чтобы уже в следующем году к запуску у нас уже батарея тоже была российской. Ну что же, идем дальше. Выпуск батареи для электромобилей невозможен без медной электролитической фольги. Проект ее производства на инопроме обнародовала русская медная компания. Завод появится в Челябинской области и будет стоить, вот общие инвестиции, слушайтесь, 3 миллиарда рублей. А купятся они через 7 лет, как нам тут заявили. Новое производство полностью обеспечивает текущую потребность отечественной промышленности в медной электролитической фольге. Ну и на полную мощность производство выйдет к 2020 году. Общая производительность этого цеха будет насчитываться 1000 тонн в год в медной фольге. И самое уникальное в ней то, что толщина будет от 9 микрон и выше. Ну то есть для России это уникальное производство, такого никогда не было до сих пор, да и в принципе на всем постсоветском пространстве. И эти требования, этот тонн к качеству фольги задает вся электронная промышленность. То есть это литий-ионные батареи, то есть печатные платы. Основное оборудование будет производиться и поставляться из Японии. Ну в эти минуты идет главная стратегическая сессия. На промо называется она «Люди, машины, софт, эффективность взаимодействия». Участвует там заместитель председателя правительства России Дмитрий Казак, а также министр промышленности России Денис Мантуров. По окончании ожидаем выхода к прессе, обо всех новостях расскажем. Ну а тем временем предлагаем к вашему вниманию полную версию интервью с президентом Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым. Алексей Львович, спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Думаю, что у вас тут программа обширная. Недавно буквально в России отмечался день кораблестроителя. Это была первая годовщина. Ну вот такой, может быть, философский первый вопрос. Куда мы плывем? И какое значение в этом направлении имеют цифровые технологии? Ну мы совершенно точно плывем в экономику 4.0, как это сейчас принято называть. Тотальная цифровизация. Имеется в виду не только конструкторские разработки, но и автоматизация производства. И внедрение того, что сейчас принято называть динамическими интерфейсами управления, к которым мы подходим. Это некая новая терминологическая история, с которой мы только сейчас знакомимся. Но смысл, собственно, в том и состоит с тем, чтобы, не дожидаясь конца или наступления той или иной контрольной точки, уже предугадывать исход выполнения тех или иных данных заданий, поручений, либо внесения каких-то инженерных конструкций. Поэтому эта тема настолько обширна, что, в общем, если все мы сделаем так, как надо, то буквально через некоторое время безэкипажное судно станет реальностью. Ну, я думаю, что для большинства такой широкой аудитории это все пока слова. Вот если говорить о конкретных примерах, я знаю, допустим, что вот ледокол Александр Санников. Вы рассказывали, что там уже применены какие-то цифровые технологии. Что за технологии и какие еще есть примеры? Ну, на самом деле, общая тенденция к большей автоматизации судов уже стала реальностью. Общее количество экипажа постоянно сокращается на судне. А места механиков разного рода матросов уже заменяют механизмы, которые контролируются на удалении, которые управляются на удалении, которые позволяют, собственно говоря, с одной кнопки запускать большой дизельный двигатель размером, наверное, 5 на 5 метров. Что, собственно говоря, для меня, честно говоря, как для инженера, прошедшего автомобильную практику, вызывает определенное удивление. Потому что, действительно, раньше для того, чтобы запустить такой двигатель, требовались усилия, как минимум, трех матросов. А беспокойства нету? Где людям-то работать? Вы знаете, все-таки давайте будем сосредотачиваться на работе людей интеллектуального труда. И ответственность за экипаж, за груз, несет капитан, старший помощник. Эти люди, которые должны отвечать за корректную работу автоматики. А наша задача сделать так, чтобы эта автоматика, которая построена, работала безошибочно. Ну, вот эта цифровизация, это может быть в некотором смысле дань моде? Или это имеет реальный энергетический эффект на экономику проектов? Конечно, разумеется. Ну, давайте, смотрите, экономика очень простая. До 40% стоимости фракта, это стоимость на нам экипажа. Соответственно, мы сокращаем количество экипажа на судне, даем нашему клиенту лучшие предложения по уровню автоматизации. Тем самым, тот имеет возможность быть гораздо более гибким в предоставлении тех или иных фрактовых ставок. То есть, экономика здесь со знаком равенства работает в огромных мультипликативных эффектах. Ну, идём дальше. Аддитивные технологии. Вы тоже уделяете много внимания. И в частности, ну, для того, чтобы было понятно, это некое печатание деталей на 3D-принтерах. Ну, если совсем упрощённо говорить, да, так это и есть. Просто если мы привыкли к общераспространённым аддитивным технологиям в виде неких самоотверждающихся на свету пластиков, либо изделий из иных материалов, мы в нашем соустроительном применении говорим о высокопрочных металлах, о жиростойких металлах и, в частности, мы говорим о титане. Что об этом говорить, можно показать и даже можно пощупать, да, что мы здесь видим. Давайте пощупаем вот это изделие, да, которое на вес, ну, не такое и тяжёлое, правда? Да, оно очень лёгкое. Да, но вот представьте себе, что это изделие делалось из титанового круга диаметром 260 мм. Соответственно, 90, 89% металла уходил в стружку. На сегодняшний день методом выращивания вот этого изделия мы экономим, соответственно, в три раза. Норма часы и стоимость металла. Представьте. Либо то, что мы делаем здесь, это одна из лопастей под руливающего устройства. Во-первых, её можно и поднять, ну, она не такая лёгкая, просто здесь ещё приварено на основание определённое. Но самое главное, что с точки зрения металлообработки, она требует ровно в полтора-два раза меньше времени и, соответственно, меньше стружки. То есть здесь достаточно сделать финишную обработку для того, чтобы исключить кавитацию на определённых режимах, и эта лопасть готова. Либо следующие за нами изделия, которые на сегодняшний день крупнейшие выращены из титана, и в этом смысле наша совместная работа с питерской корабелкой даёт вот такого рода пока инновационные прототипы, а в самом ближайшем будущем серийные изделия, которые мы будем использовать на практически всех наших военных и гражданских суда. То есть всё-таки пока это экзотика? Это взгляд вперёд. Это конкурентные преимущества. И это то, чего нет у каждой судостроительной компании в мире. То есть некоторые их имеют, некоторые их показывают, некоторые ими пока хвастаются, как мы. Но я думаю, что если мы не будем сильно долго запрягать, как это принято в России, то очень скоро это станет нашей серийной продукцией. А как это повлияет на финансовые показатели компании? Допустим, ну в какой-то перспективе, там год, два, пять лет. Считали уже? Да, конечно. Мы, в общем, видим в общем кумулятивном эффекте возможность сокращать издержки с точки зрения покупных изделий и изделий нашего собственного машиностроения где-то приблизительно по 10% в пяти лет. То есть тем самым мы можем, словно говоря, вдвое сократить стоимость изделия через 15 лет, например. Что, в общем, выглядит совершенно странно, особенно с учетом дефляторов. Но если мы говорим о кратном уменьшении нормы часов как трудоемкости, о кратном уменьшении объемов используемого металла, ничего в этом странного нет. Ну, может быть, какой-то прогноз есть по итогам этого года работы компании у нас? Давайте мы не будем... Еще раз. Вот дайте нам хорошо закончить пилот. Дайте нам опробовать на наших пилотных образцах работоспособность этой конструкции. Ну, то есть вы можете ее ронять, бить. Она уже, так сказать, избита и изронена во всех формах и проявления. Но теперь самое главное, чтобы вам погрузить ее в реальную среду. Там, где есть соленая вода, там есть, где есть, соответственно, высокие абразивные износы, где есть куча ракушек, которые прилипают или не прилипают к разным поверхностям. И вот как только мы все эти работы завершим, мы обязательно вам покажем, как же это все выглядит с точки зрения клиента, с точки зрения экономики корпорации. Пожелаем вам успеха и штиля. Спасибо вам большое. Спасибо.